Фильм «Богиня» видимо ориентирован на поющих домохозяек. Сюжет банален, слаб и изобилует драматургическими поддавками. Фильм представляет собой кинопереложение существующего мюзикла. Не очень удачное переложение, главным образом потому, что видны швы между сценическими танцевально-вокальными номерами и кинематографической пейзажистикой. И вокал, и хореография не поднимаются выше среднего уровня. Фильм начинается с того, что домохозяйка Элспид ну совсем ничего не может. Ни обед приготовить, ни козу подоить, ни гвоздь забить, ни с собственными детьми разобраться. И вообще все у нее валится из рук. Осознав тотальную собственную беспомощность, Элспид устраивает пьяный сингл «В сарае» на фоне стога сена на тему «Я так устала, мне нужна разгрузка, я хочу петь и пить, пить и петь». После этой сцены, на протяжении которой рояль стоит в куче навоза, довольно трудно поверить в то, что Элспид может вообще иметь какие-то отношения с музыкой. Однако она устраивает видеотрансляцию своих песен у раковины, как она их называет, в интернете. В результате череды драматургических недопониманий Элспид становится лицом компьютерной фирмы и начинает жизнь с суперзвезды, бросив мужа и детей. Дальше больше. Элспид оставляет видеокамеру в цветочном горшке, чтобы следить за детьми и няней. Но потом случайно включает публичную видеотрансляцию, и все человечество может наблюдать, как ее абсолютно голый муж пытается самостоятельно вымыть посуду, при этом чешет себе пятую точку и пускает газы. После фотосессии в стиле ню, Элспид изменяет мужу то с одним, то с другим, а потом, вернувшись к нему, бегает по полям и лугам и в недоумении поет «Почему ты со мной так суров? Как мне растопить твое ледяное сердце?» Апофеоз немотивированности поступков представляет собой персонаж по имени Ральф. Да и Кассандра тоже не отстает. Что уж говорить о закадровых курах и петухах, да и мерцающей козе, которая появляется исключительно для того, чтобы съесть кактусы. В этой истории собраны все самые банальные драматургические ходы и доведены до абсурда. Кино глупое и бесполезное. Не смотрите его сами. И главное, не давайте смотреть его своим женам. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok